МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Осталось совсем немного времени до наступления нового 2019 года. И самое время подводить итоги уходящего 2018-го. Событие было с избытком, иногда даже казалось, что их хватило бы на несколько таких лет. И все же главный из них политический. Ведь не зря говорится, что политика – это биение общественного пульса. Каким он был в этом уходящем году? Будем разбираться с нашим гостем, депутатом парламента от партии социалистов Владимиром Суркановым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте начнем сразу с тех тем, которые вам ближе, а именно то, что проходило на парламентских площадках. Вот особенно того, что было в последних парламентских заседаниях, как они, на ваш взгляд, прошли, особенно последние. И, если возможно, вот такой короткий итог последней сессии этого парламента. В принципе, мне кажется, невозможно, наверное, анализировать это все, не углубляясь даже, наверное, в весь мандат парламента. Но, тем не менее. Ну, я думаю, что последняя сессия особенно показала в таком концентрированном выражении, насколько далеко зашел цинизм правящей власти. цинизм по отношению к населению, я имею в виду, к гражданам Молдовы. Потому что даже не потому, что, скажем, это были наши инициативы, потому что, как бы, ну, могут сказать, ну вот, обиделись на то, что не, значит, прислушались, не удовлетворили, не принялись к рассмотрению и так далее. Нет, ведь это были инициативы, озвученные нашей фракции, партии социалистов, а реально вытекающие из ситуации в стране, из положения граждан, начиная от пенсионеров и кончая просто любым гражданином. Мы попытались еще раз обратить их внимание, что, ну, сколько же можно народу терпеть, начиная от этого невозврата украденного миллиарда, который действительно, реально все сейчас люди почувствовали, что он лег на их плечи, на их плечи. Ведь те же вопросы, которые задавались министру финансов, я лично задавал вопрос о том, а сколько вернули из этого украденного миллиарда сегодня? На что он ответил 450 миллионов, это 3% от всей суммы украденного. За 4 с небольшим, назовем так, года, с момента, когда стало известно, когда начали расследовать эти дела, связанные с этой кражей. Но мало того, что ничего не сделано по возврату, потому что эти 450 миллионов, это всего лишь, больше половины этой суммы, это результат продажи активов ликвидированных банков. То есть активов каких? Мебель, здание, техника, оргтехника, транспорт и так далее, и так далее. Вопрос даже не только в этом. Вопрос в том, что перевод этой суммы украденного миллиарда в государственный долг и его возврат этого государственного долга через оплату из бюджета, это, естественно, прямым образом не коснулось, а ударило по интересам населения. Ну, высочайший форумиционизм, понимаете, все говорим о том, и в том числе даже представители власти говорят, что да, украдены деньги, и в то же время это переводится в государственный долг. То есть получается, государство само себя обограло таким образом. Значит, украл один, а должно государство в лице бюджета, а значит, страдают все люди. Причем эти ценные бумаги, этот долг должен быть обслужен еще на протяжении этих 25 лет. И не просто обслужен, а выплаты проценты, опять же, из бюджета. И вот получается, что этот год более 710, около 720 миллионов лей из бюджета потрачено на это. На будущий год запланировано более 830 миллионов лей. Так спрашивается о люди, инвестиции, реальные инвестиции в производство, те же самые социальные проблемы, решения этих проблем. То же самое оказание помощи детским учреждениям, школам и так далее, пенсионерам. Потому что еще один цинизм заключается в том, что вроде бы как бы, ну вот смотрите, мы вам повышаем пенсию. За счет чего? За счет повышения пенсионного возраста, а значит уменьшение числа пенсионеров, реально претендующих на эту пенсию раз. С другой стороны, говорят, вот мы ввели положение, позволяющее вам один раз в жизни получить возможность перерасчета пенсии в сторону увеличения, если вы, и здесь внимание, отработали еще 15 лет после выхода на пенсию. Вот когда об этом говоришь людям, они не просто возмущены, это просто верх возмущения людей и страшнейшее недовольство тем, что происходит. И мы сказали, ну давайте все-таки на уровне парламента выясним, что же реально происходит с этим, с этой расследованием этого дела. Давайте отменим этот закон о переводе в государственный долг, и пусть правоохранительные органы реально займутся расследованием. Отказали. Отказали просто и все. А ведь это была, кстати говоря, первая, одна из первейших инициатив законодательного президента, когда он пришел к власти. Вот тогда он еще поставил вопрос, давайте отменим этот закон. Есть другие возможности, легальные возможности найти ресурсы внутренние для того, чтобы скомпенсировать, пока раскачаются правоохранительные органы. Да и заставить работать правоохранительные органы не захотели. Почему? Ну, я думаю, понимают. Все прекрасны почему. Кто ж, есть известная поговорка, ворон ворону, то есть практически парламентское большинство, отказавшись идти по этому пути, предлагаемая партией социалистов, признала, ну, не признала, а косвенно или каким-то образом, ну, проявила такое соучастие к этой краже. Ну, это очень мягко сказано. Но без громкого признания вины. Да, да, да. Или, допустим, мы поставили вопрос, давайте разберемся, почему при понижении цены определенной, небольшой, мизерной, но тем не менее все-таки вынуждены были пойти на это цены на газ, в то же время тариф на гигакалории не уменьшается. Почему? Если все взаимосвязано. Опять же, отказались этот вопрос рассматривать. Зато пошли по другому пути. Срочно, значит, ввели в состав АнРЭ, причем еще до окончания срока действующих директоров, ввели лиц, которые, я уверен, не просто аффилированы, а преданы нынешнему большинству, для того, чтобы себя обезопасить на будущее. Но это касается, кстати говоря, и других государственных структур. Такие, знаете... Вот как раз хотел задать вопрос относительно назначения новых судей Конституционного суда. Как вы прокомментируете? Ну, вы знаете, опять же, раньше сроков, во-первых. Да, они подали там по собственному желанию. Неожиданно. Но! Ну, хорошо. Говоря о профессиональных качествах, допустим, одного из судей, госпожа Апольская, она действительно человек, который имеет большой опыт судебной работы. И последние годы работала председателем юридической комиссии. Но, тем не менее, этот человек не просто аффилированный, она из команды правящего большинства. И вот здесь, когда ложишь на чашу весов, что? Ее профессионализм реальный, который есть. И, ну, кому она будет, в общем-то, подчиняться, скажем так? Кому прислушиваться? Ну, давайте так, может быть, не подчиняться, а кому прислушиваться? Ну, понятно, к кому. Ну, или тот же господин Решетников, он вообще не имеет никакого судебной работы? Да, он юрист. Да. Но он, опять же, из этой команды. Ну, наверное, тут не надо много рассуждать о том, что это действительно попытки, с одной стороны, устроить его, как бы своего рода еще одна компенсация за тот факт, что он вместе с теми четверностью ушел из фракции, ну, ушел это в кавычках уже надо брать, из фракции партии коммунистов и перешел в Демпартию. Ну, и в том числе, типа того, что вот какие-то обязательства перед ним выполнят. То есть, фактически идет самое настоящее трудоустройство лиц, которые в надежде, что они будут преданными. Давайте так назовем. Потому что я не думаю, когда состоятся все-таки в конечном итоге выборов, когда реально произойдет реформатирование, значит, власти, значит, в стране, когда реально, я уверен, придет партия социалистов в власти. И, конечно же, значит, те же люди в органах правоохранительных, настоящие профессионалы, которые сегодня, с одной стороны, знают, как это сделать, расследовать это дело, к примеру, по краже миллиарда. С другой стороны, они понимают, что им дадут по рукам, если они сейчас это сделают. Ну, можете не сомневаться. Только сменится власть, и моментально процесс пойдет в нужном направлении. И найдутся все необходимые доказательства вины конкретных лиц. Они есть. Тем более. Они есть, они собраны, просто они не реализуются. Ну, на парламентской площадке проходили дебаты в защиту не только тех предложений или законопроектов, которые парламентское большинство отказывалось принимать, но, в общем-то, и парламентское большинство охотно принимало те законопроекты, или принимались парламентом законопроекты, которые, как мне кажется, тоже нельзя называть очень народными. Ну, слово тоже здесь лишнее, а вот которое нельзя называть народными. Здесь, например, новый кодекс телерадио и вещания. И концепция медийного рынка. Переименование, например, дня 9 мая, дня победы в день Европы. Мне кажется, большинство граждан Молдовы сегодня не воспринимают этот праздник в день Европы. Ну, это однозначно так, и это показывают все опросы. Именно поэтому наш президент, Игорь Николаевич Дадон, он поэтому и не промулигировал эти законы. Причем первый раз вернул. Они быстренько, пока еще оставалось там несколько дней, ну, по закону он должен был вернуть. Крайне возможный, но вернул, конечно, эти сроки. Значит, но они быстренько успели, значит, их переголосовать и поставили вновь президента перед ситуацией, что он исходя из того, что, а, с одной стороны, как бы, надо промулигировать, а, с другой стороны, это явно антинародные законы. Антинародные, потому что вот тот кодекс аудиовизуала, значит, он же явно направлен на ограничение к доступу к средствам массовой информации, к информации вообще граждан. Ну, доходит до абсурда. Приезжаешь в Европу, пожалуйста, любые каналы смотришь. Любые каналы. Будь то российские каналы, будь то американские, европейские, китайские и так далее, и так далее. А у нас, в Молдове, нет. Каналы, которые российские, нельзя. Информационные блоки российские, нельзя. А чего вы боитесь? Чего вы боитесь, что народ разберется, кто прав, а кто виноват? Только так можно понимать, почему это происходит. И попытки все это, все эти завалюировать некие кибервойну, там, и так далее, и так далее, кибератаки, значит, гибридную войну. Заметили? Везде слово война, война, атака. То есть, пытаются настроить население на такой анти, явно воинствующий лад против всего того, что происходит с территории, я считаю, нашего абсолютно, не просто дружественного, а нашего стратегического партнера. Почему по стране происхождения, что, кстати, противоречит европейским принципам, по стране происхождения априори определяется информация из этой страны, она дезинформация, она попытка, значит, повлиять на умы и настроение людей, это чуть ли не вмешательство во внутренние дела Молдовы. Ну, это глупость, извините, но это глупость самая настоящая. Ну, я уже не говорю о том, что День Европы и День Победы. Ну, конечно, для любого здравомышленного человека, который понимает, что такое значит День Победы, ведь речь идет не о победе российской армии, а речь идет о победе всего народа бывшего СССР, в том числе и десятки тысяч наших сограждан, которые не только воевали, практически и жизнь положили, для того, чтобы был мир и благополучие и не только у нас, а в целом в Европе, чтобы Европа не скатилась и состоялась, и состоялась все. Почему это сейчас игнорировать? Это противоречит абсолютно нормальному разуму. Ну, так сказать, судя по всему, это единственное, что, наверное, можно продать своим европейским партнерам, это вот русофобию, нагнетание, опять же, этих воинственных настроений, война, война, война. Но, как мы видим, та сторона, которая объявляет стороной войны, она так и не приходит на войну. Мы не видим со стороны той же Российской Федерации каких-либо таких агрессивных выпадов в адрес тех, кто, в общем-то, шельмует Москву. Ну, вот, если же завершить разговор относительно законопроектов, принятых парламентом, вот, например, ваше отношение к сдаче республиканского стадиона под постройку нового посольства Соединенных Штатов Америки. Насколько это вообще необходимо нашему государству? Я не знаю, как это необходимо американскому государству, в данном случае Соединенным Штатам. Я не думаю, что это... Огромная территория, причем в центре столицы. И при этом, что это был когда-то объект, ну, знаете, искренне и страстно любимый, не только кишиневцами. Я помню прекрасно, как на этом стадионе проходили игры высшей лиги Советского Союза и играли такие... Прекрасные футбольные команды, проводили шикарные легкоатлетические соревнования. Ведь это был не просто футбольный, да, стадион. Это был многофункциональный стадион. Ну, в свое время будем даже... С беговыми дорожками, значит, с секторами для прыжков и так далее, и так далее. С гостиничкой, со всей инфраструктурой необходимой. Поэтому оно размещалось на пяти гектарах земли. И вдруг, ну, вы мне извините, в Москве, я вот работал послом Молдовы в Российской Федерации, был в посольстве Соединенных Штатов. Беседовал с тогдашним послом, у меня была встреча Бержбол. Значит, обсуждали ситуацию, в том числе и Приднестровские проблемы обсуждали. Я излагал позицию, которая занимает Республика Молдовы и тогдашнее руководство Молдовы. Но, извините, там никак не пять гектаров. В Москве, где считается это одной из самых больших посольств иностранного государства в Москве. Абсолютно. Ну, я не знаю, там может быть, ну, может быть, там три гектара земли. Может быть, занимает, значит, но никак не пять. Это первое. Второе. Ну, вы мне извините, но неужели вот объект не может быть восстановлен? Да, может быть, учитывая, сейчас надо построить солидный, побольше стадион, да, можно было бы где-то и за пределами города стадион такой построить. Кстати говоря, и были такие планы в сторону аэропорта, там прекрасный земельный участок, где можно было и парковки. И в районе цирка, там, помню, когда-то сбивали бетонный футбольный мяч. Но в любом случае, это было бы шикарное место для досуга, парковая зона прекрасная была бы для людей. У нас фактически в городе, ну, скажем, в центре города, ну, вот, парк Пушкина, да, значит, но эта зона, вот та часть, особенно в сторону ботаники, ну, особого, такой особенной зоны зеленой, где можно было бы людям отдохнуть, нет. Нет, нет. Но дело, опять же, я говорю, даже не в этом. Ведь люди, кстати говоря, стихийно, спонтанно организовали сбор подписей против этого проекта закона. Никто не прислушался. Правящие власти не прислушались. Значит, я, опять же, двумя только, там кто-то из демократов пытался, типа, моя какая-то заинтересованность там нет. Я доказал и этому персонажу, и всем, что это совершенно, совершенно ересь и чушь, вот. Но я эту тему прекрасно знаю, потому что ко мне тоже обращались люди с точки зрения соблюдения их прав. Я, кстати, представителям американского посольства об этом сказал. Для вас право собственности – это святое право собственности. А вы знаете, что большая часть территории вокруг стадиона, она на законных основаниях, во всяком случае, те обращения, которые ко мне были, я знаю, на законных основаниях, через суды и так далее, и так далее, через тендер, объявленный судом, были приобретены, не приватизированы, а приобретены. Как вы с этим разберетесь? На что представитель посольства мне удивленно сказал, а что это так? Я говорю, ну так вы разберитесь и скажите свои слова. Не знаю, вновь прибывший посол, я думаю, что он сейчас будет иметь серьезные в этом плане проблемы, в том плане, что надо разбираться и с этими людьми. Но принципиально, еще раз повторяю, это неправильно, ни с точки зрения интересов жителей города, ни с точки зрения национального интереса, чтобы в центре столицы целых пять гектаров практически за бесценок отдавать под посольство, неважно, Соединенных Штатов или другого государства. Я знаю, что вы к нам на эфир приехали буквально с полей, из районов, где встречались с избирателями. Сейчас проходит сбор подписей, уже завершится, так понимаю. Как, на ваш взгляд, проходит вот этот этап предвыборной гонки? Хотя, мне кажется, вот партия социалистов получила уже порцию негатива со стороны своих оппонентов от демократов, которые обвинили их в неком фальстарте, когда проходил внутрипартийный праймерис. Нет, ну извините, мы на это имели очень четкий ответ. Если бы это было бы действительно тот самый фальстарт, будьте уверены, они бы давным-давно воспользовались этой ситуацией. С точки зрения юридической у нас не было никакого старта, а тем более фальстарта. Мы проводили действительно публичные праймерисы, то есть публичное выяснение отношения населения, граждан того или иного округа к возможным кандидатурам, которые будут в последующем, то, что и произошло 26 декабря, будут выдвинуты партией. Потому что мы должны были понять, вот человек А, Б, С, он будет пользоваться доверием или нет. Среди наших сторонников прежде всего, это был праймерис для, прежде всего для сторонников и членов соцпартии. Не так, как проводился в рейдопраймерис, значит, демпартия, какие-то там бюллетни, какие-то там урночки, потом по ходу доставки в Кишинев, это мне достоверно известно, из Каушан, допустим, производили определенные там, не знаю, там, манипуляции, назовем так. Я чуть не сказал замеры. Да, 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 ну, бог с ними, я не хочу в их кухню влезать. Мы провели абсолютно честные, открытые, и те, кто хотел, люди тоже присутствовали на этих праймерисах, значит, публичных, и высказали свое мнение по отношению к этим людям. Как результат, 26-го числа, в соответствии с законом, составилось заседание Республиканского совета в строгом соответствии с уставом и электоральным кодексом, и были озвучены кандидаты как по национальному, так и по униноминальным округам. Мы прекрасно понимали, что административный ресурс, прежде всего демпартии, будет включен. Прекрасно понимали. Так оно и произошло. Ну, я вот на своем примере. Я приезжаю, значит, у меня получился дальний такой округ, ну, я на протяжении этих лет патронировал юг республики от партии социалистов. Поэтому, естественно, я там чаще встречался с людьми, и меня там знают прекрасно Когульско-Кантемирский, так называемый, или Кантемирско-Когульский округ 42-й. Значит, ну, пока до него доберешься, немножко времени требуется. Мы провели наше мероприятие партийное в спокойном режиме, без какой-то спешки, солидно представили и так далее, и так далее. Получили документы необходимые для регистрации, я выехал туда. Приезжаю, а окружная комиссия, ну, где-то оставалось еще 45 минут до 16.00. Вообще тоже странный режим установил ЦИК, значит, с 9.00 до 16.00 для приема документов. Говорит, а вы знаете, мы в один, что вы уже провели заседание комиссии. И вот уже выдали подписные листы представителю людям партии. Не буду называть фамилию, чтобы не делать какой-то там, вообще никакой ненужной рекламы в данном случае. Да и ради бога, вскрытие урон покажет. Значит, в конечном итоге я оказался в ситуации, когда, а, они уже не могут собрать членов комиссии, и, ну, пришлось уже перенести, как бы, эту процедуру подачи документов на следующий день. Ладно, было бы только у меня, к примеру, ну, далеко, пока там добрались, да. Но, как показала реальная ситуация, практически во всех округах произошло такое же. Лишь на следующий день, в районе 12 часов, я получил подписные листы. То есть, вчера. Я извиняюсь. Ну, да. То есть, получается, ведь они таким образом крадут время ваше? Ну, да. И сегодня, когда я сдал свои подписные листы, мне удалось за это время, благодаря команде, спасибо им огромное. И такая же ситуация по всем нашим, моим коллегам в других округах. Благодаря команде сплоченной, рабочей, и тем более, что поддержка со стороны граждан реальная, нам удалось собрать. Вот мне удалось собрать необходимое количество, максимально необходимое количество подписей. Я сегодня прибыл сдавать, а мне говорят, а вы знаете, вчера уже зарегистрировался представитель Демпартии, который получил на день раньше эти подписные листы. И опять же, такая ситуация практически по всем округам. То есть, везде, в абсолютном большинстве, насколько мне известно, значит, они получат, как бы, ну, нет, там не будет в бюллетене, чтобы вы понимали, граждане, не будет цифры один, два, три, первое, второе, третье место. Нет. Это все условности. Будут эмблемы. Так вот, как бы, вот, их эмблема будет первая. Наша звезда будет вторая. Будет вторая. Я не думаю, что это кого-то спасет. Мы, кстати, помним, 2014 год, тоже они были на первом месте. В результате, конечно, методики... А совпадение, что в этом году опять же так или нет? Ну, я согласен с тем заявлением, которое сделал Игорь Николаевич Дадон, что это непростое совпадение. Технологии есть разные. Как вытащить нужный конверт, когда происходила жеребьевка на национальном уровне, да? Там четыре партии подали, и вот, значит, первое место попала счастливая случайность, значит, Демпартия. Ну, бог с ним. Мы, нас это не беспокоит. Я сразу хочу сказать. Нас это абсолютно не беспокоит. У нас есть своя программа, есть своя тактика, технология. У нас есть, что самое главное, абсолютная поддержка со стороны населения. Поэтому я думаю, что, значит, это не поможет. Есть, кстати говоря, одна библейская притча. Кто был первый, тот станет последним. Или кто был ниже, тот станет выше. Если продолжить тему итогов. Ну, вот посмотрите. Уходящий год оказался годом, ну, знаете, когда правящее большинство сконцентрировало свои усилия, ну, как мне кажется, на критике сегодняшнего президента. Когда я говорил о том, что это кандидатура, за которую проголосовало максимальное количество за всю историю демократической современной Молдовы. Максимальное количество избирателей. И при этом говорил с правящим большинством, что Игорь Дудон будет не рукопожатный президент или будет ездить только лишь в Москву. Мы наблюдали о том, например, как проходили встречи. Ну, например, вот когда проходили события, связанные с столетием окончания Первой мировой войны. Когда Игорь Николаевич Дудон побывал в Париже. Да, известный мероприятие в Париже, которое состоялось, да? Опять же, не шла речь, то есть мы видели, были свидетелями тому, что охотно, в первую очередь, даже проявляли инициативу западные лидеры для знакомства с молдавским президентом. Да, конечно, есть прорыв и на Востоке. Молдова получила статус, уникальный статус наблюдателя при ЕС. И не только. Так называемая налоговая амнистия, которую сейчас, если вспомнить цитату Павла Филиппа... Миграционная. Да, миграционная, извините, миграционная амнистия, которая, по мнению нынешнего премьер-министра, является прямым влиянием на внутреннюю... Даже вмешательство. Вмешательство на внутреннюю жизнь. Он себе позволил даже такую дать оценку, что это прямое вмешательство в внутренние дела Республики Молдова. Это при том, что огромное количество наших с вами сограждан имеет определенные сложности административного характера. В силу разных обстоятельств мы не будем выяснять. Но никто этими гражданами не занимался, кроме президента Республики Молдова. То есть люди, фактически, такие доноры Республики Молдова, выброшенные на производство судьбы, вы там сами разберитесь, но деньги-то посылайте. А ваши проблемы – это ваши проблемы. Вы знаете, есть такое правило, да? Даже не правило, а практика такая. И поэтому сложилось такое совершенно правильное мнение в политике, в жизни. Если тебя не критикуют, значит, ты никому не нужен. Значит, ты не влияешь. Тебя не надо бояться. И поэтому сейчас мы обсуждаем Павла Филиппа, да? Поэтому. Что касается отношения к всенародно избранному президенту, который действительно получил исключительную поддержку со стороны населения. Ну, знаете, есть такое выражение – а караван должен идти вперед. То есть собаке пусть ловит. И вот этот самый караван во главе с президентом, он так и будет идти вперед. Вне зависимости от того, какие там пытаются какие-то там доноситься голоса, критики, даже действия по ограничению максимальному возможности президента. В конечном итоге жизнь показала, за эти два года было реализовано то, что называется, а, восстановление института президентства, который сегодня пользуется абсолютной поддержкой среди всех государственных институтов у населения. Это первое. На втором месте после церкви. Церковь всегда, и это правильно, потому что более 95% практически населения христианской веры. И церковь православная, конечно же, пользуется везде, причем во всех государствах. Будь то исламское государство, будь то иудейское и так далее, церковь везде пользуется абсолютным доверием у населения. Но вот институт президентства не везде, и мы замечаем и видим, как колеблются рейтинги разных президентов по ситуациям взаимным, происходящим в этих странах. Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы никого не зацепить, скажем так. Молдова. Рейтинг президента абсолютно личный вырос и абсолютное первенство занимает в десятки раз по отношению к тем, кто пытается его критиковать или ограничить. Я имею ввиду, начиная от представителя парламента и кончая тем же премьером, я уж не говорю вам про остальных. Это первое. Второе. Истут президентства. Третье. Президент действительно своей взвешенной внешней политикой показал, что можно сделать. Это контакты с лидерами европейских стран. Вот вы назвали на этом мероприятии, где были все мировые лидеры, все мировые лидеры. Вы видели, какие у Игоря Николаевича были контакты со всеми, начиная от наших соседей, в том числе, и кончая лидерами Европы и не только Европы. Визиты. Взаимные визиты. И реальное наполнение этих визитов. У дипломата, вы знаете, есть такое выражение. Может быть, визит формальный, но чисто такой протокольный. Приехал, поздоровался, поклонился, дал интервью, значит, поприветствовал и уехал. Нет. У Игоря Николаевича всегда эти визиты реально наполнены. Это программа от официальных встреч, причем эти официальные встречи, как правило, заканчиваются конкретными решениями в пользу Молдовы. И это правильно, потому что в этом задача внешней политики любого государства решать внутренние проблемы за пределами страны. На внешних рубежах, так сказать. А не создавать эти проблемы, как делает нынешняя власть, пока еще власть. И вот эти контакты, они позволили получить и поддержку и со стороны Турции. Посмотрите, ни копейки не потратив из бюджета, мы восстановили одну, один из символов государства, президентуру. Которая, кстати говоря, была разрушена теми, которые пришли в девятом году к власти. И посмотрите, как символично в эти предновогодние дни президент там принимает самых маленьких граждан Республики Молдова. Детей, школьников, лицеистов. Те, кто, наверное, уже не пойдут по стопам тех, кто был вандалом в 2009 году. Я надеюсь, я надеюсь, что в том числе, естественно, в первую очередь, они пришли, они увидели эти детки. Они расскажут остальным своим коллегам по школе, не знаю. Вот действительно место, которое достойно тому, чтобы есть что в Молдове сегодня уже показать, причем восстановленное не за счет их, не за счет населения, не за счет народа, а за счет выстраивания правильных дружеских отношений с лидерами других государств. Последний визит в Израиль тоже, это вопросы и инвестиций, это вопросы и оказания, ведь там огромная диаспора, значит, выходцев из Молдовы. Я уверен, уверен, что будут очень реальные, солидные плоды. Один из авторов музыки национального гимна «Израиль», как раз, выходец из Молдовы. Да. Ну, а теперь, что касается, значит, взаимоотношения с восточными нашими традиционными историческими партнерами, прежде всего, с Российской Федерацией. Ну, вообще, это кончутство. Говорит, что решая вопросы наших граждан, в том числе, кстати говоря, и наших производителей, те послабления, которые, значит, определены снятие таможенной пошлины на основную палитру товаров, которые поставляет Молдова в Россию. Это для производителей, и не просто для производителей, это для бизнеса, это для населения и людей, которые работают в этом бизнесе, и так далее, и так далее. Но когда так еще говорить по поводу вопросов наших людей, которые вынуждены были, по вине этой власти в том числе, выехать искать место работы, и абсолютное большинство, ну, около 600 тысяч населения, находится в Российской Федерации. И вот из этой нынешней политики, они там не защищены? Конечно. Смотрите, как страны ЕАЭС защищают своих... Люди, понимаете, они выехали туда. Ну, по-разному возникает ситуация. Где-то не успел продлить патент, где-то еще что-то, где-то нарушил срок пребывания, потому что он работает, возвращаться назад, потом снова... Люди, в конце концов, и болеют тоже. Не могут, не могут, да. И когда этим людям Россия протягивает руку помощи по просьбе нашего президента, ведь это действительно эксклюзивная помощь, эксклюзивная помощь, пытаются сказать, «А, нет, вот вы, значит, это предвыборный трюк». Какой трюк, господа? Где гарантия, что эти люди, получив эту возможность приехать в страну, легализовать свое после возврата в Россию, легализовать свое не просто нахождение, а и начать с нуля нахождение на территории России, где гарантия, что эти люди все проголосуют за партию социалистов? Ну где эта гарантия? Никто и не требует. Никто и не требует. Никто не ставит это условие. Более того, а как ты это проверишь? Ведь россияне не поставили вопрос. И официальная структура Госдума, президент Российской Федерации не говорила о том, что «Граждане, вы выезжаете, но проголосуете за социалистов, а потом вернетесь, и мы вам просим ваши нарушения иммиграционные». Нет, никто же так вопрос не ставил. И вот вы представляете себе, вот сейчас вот, не только сейчас, вот после того, когда это решение было принято, в конце концов узаконено, и вот даже вот последние сейчас вот мои встречи, эти дни, когда я был в районе и с людьми общаюсь, вы не представляете себе, с каким воодушевлением это люди восприняли? Они говорят «Слава Богу, уже десятки тысяч обращений и звонков на колл-центр, телефон, ведь мы же эту информацию представляем людям». Причем это не агитационная информация, там не написано «Обратитесь туда-то, сделайте такие-то шаги пошагово», что нужно делать для того, чтобы получить этот статус человека, которому применится эта так называемая иммиграционная амнистия. Там же не указано, но это только в том случае, если вы проголосуете за социалистов. Нет там этого, кто бы не хотел бы там, не искал таких выражений, там их просто нет. Но там четко людям прописано, хочешь воспользоваться этой возможностью, вот что вам нужно сделать. И люди, те, кто находятся с этими нарушениями в России, этим уже сейчас интересуются активно и знают, что нужно делать уже. Кто не знает, еще есть время, узнает. А те, которые находятся здесь в Молдове, которые уже были, получили так называемый депорт, то есть они выехали, попытались вернуться, а им сказали «Нет, у тебя нарушения», в статье 26 и 27 соответствующие пункты. Есть ограничения на несколько лет. А все именно 27, 12, 13 и 14 пункты этих статей. Я встречаюсь с людьми и спрашиваю, у кого из вас есть родственники? Как правило, поднимаются руки, значит, ну не лес рук, допустим, но обязательно 5, 6, 10 человек из тех присутствующих, там 50, 80 человек. У меня, говорит, есть такие нарушения. Я говорю, 27 статья. «Да, у меня, и я не могу туда выехать». Люди же наши были вынуждены что сделать? Даже идти на какие-то ухищрения, менять фамилию на фамилию жены, там какие-то буквы фамилии менять. Но это ведь тоже не помогает, ведь сегодня все эти фильтры, они позволяют выявить таких людей. Поэтому не делайте этого, этого, граждане. Не пытайтесь вот такими уловками, там через Белоруссию, я знаю, пытались. Не делайте, вы себе гораздо больше проблем создадите, и тогда не смогут быть применены вот именно эти послабления. Сегодня это и есть возможность. И мы считаем, и люди считают, кстати говоря, что это никакое не вмешательство во внутренние дела Молдовы, никакой не предэлекторальный трюк, а это реальная помощь, оказанная России в результате договоренности между Игорем Дадоном и Владимиром Путиным. Владимир Иванович, поздно с нашей с вами встречи. Я думаю, что можно смело отнести к хорошим итогам года и начинания президента относительно того, чтобы наделение того или иного года статусом определенным. Например, уходящий 2018 год, год Штефана Чалмария. С одной стороны, смотрите, какой противовес тому, что заявляли партии унионистского толка о том, что вот 2018 год, давайте, так сказать, организуем мероприятие, вообще даже не просто мероприятие, это должен быть годом объединения в честь или в память о столетии захвата Румынии и Молдавского, тогда Молдавского демократической республики. И этот сильный противовес наделением этого года с, так сказать, статусом года Штефана Чалмария, когда проходили много, прошел целый ряд мероприятий, создано, написано книги, создано несколько картин, телевизионных картин и про историю Молдовы, и про Штефана Чалмария. И следующий год, 2019, который все с нетерпением ждут, год семьи, это тоже, мне кажется, укрепляет, ну, такой статус Молдавского государства, когда мы относимся с таким, на таком уровне, с таким, в общем-то, уважением к ценностям своего народа. Потому что, видите, например, имя Штефана Чалмария для нас это не пустой звук, у нас не просто, допустим, память к какому-то историческому деятелю. Другое дело, что даже этот символ унионисты сумели, ну, вот, знаете, как бы, мягко говоря, опорочить. То, помните, была такая небезызвестная, такой фигурант политической жизни Ларри, которая входила замуж за этот памятник. И меня всегда удивляет шабаш унионистов, которые приносят цветы к молдавскому господарю, понимаете, говоря о том, что вот они, в принципе, ратуют за единое румынское государство. Вы знаете, я просто сейчас высказываю свое мнение, поскольку имею возможность такую, но можете не сомневаться, абсолютно большинство населения, вот я говорю, передают то, что, какое мнение от людей, простых людей, с которыми приходится общаться каждый день, они все считают, что это прекрасные шаги президента, не просто по продвижению идей истории Молдовы, это прекрасный патриотическое, урок патриотического воспитания. Потому что в конечном итоге, если ты, у тебя нет гордости за свою страну, за свою историю своей страны, за тех великих действительно деятелей, каким был прежде всего Штефан Чалмари, прежде всего, за всю ту плеяду воевод и наших земляков, которые оставили свой след в истории, если мы этого не будем делать, то тогда у нас не будет будущего. Именно поэтому идея и смысл всех этих мероприятий и шагов президента – не просто восстановить в памяти, но и самое главное – воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма. Это основа основ для существования и развития, и укрепления государства. Поэтому я считаю, что настоящие государственники, а наше население – настоящие государственники. Даже вот я бываю сейчас при прусских селах, они говорят, вы знаете, мы всю жизнь работали, сотрудничали, торговали, даже были под влиянием, кстати говоря, румынского телевидения все время. Но мы считаем, что Молдова как государство должна существовать. И вот эти шаги, они восприняты, президента восприняты в том числе и там. Поэтому я думаю, что это не просто надо продолжать, это надо укреплять и передавать подрастающему поколению. Времени совсем не осталось, и все же хочу попросить вас высказаться коротко и вот по такой теме. Ваш прогноз на 2019 год – одно из самых главных событий, ожидаемых в этом году, 24 февраля. Ну, мой прогноз, наверное, будет совмещен с теми пожеланиями, которые я хотел высказать. Конечно же, мы все, когда вступаешь в Новый год, надеемся на то, что наши надежды будут реализованы, наши пожелания будут реализованы. Поэтому я очень хотел бы, чтобы, поскольку у нашего населения очень большие надежды на будущий год, это и вопросы наведения действительно порядка в стране и восстановления справедливости в стране, это вопросы улучшения жизни, действительно реальный уход от того, что сегодня страдают люди, это обнищание населения и бедность, отсутствие рабочих мест и так далее, и так далее. Чтобы все это сбылось, чтобы в каждой семье был мир, благополучие и счастье, чтобы наша страна в целом развивалась в правильном направлении, в том, которым хочет наше население. Но я хочу просто сказать одно – все в наших руках. Это правда. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что неоднократно еще встретимся в этой студии в следующем году и поговорим, разберем те ситуации, в которых будет находиться политическая жизнь Республики Молдова, ну и вообще жизнь наших с вами сограждан. С удовольствием. Всего доброго. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Владимир Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин